Здравствуйте! Меня зовут Шаза Али. Я изучаю русский язык в Тамасском государственном университете. Объясните, пожалуйста, разницу между терминами «топатология» и «пелионазм». Здравствуйте, уважаемые зрители! Краткость и четкость выражения мысли – важнейшие показатели грамотности говорящего или пишущего. Существенным недостатком высказывания является многословие, называемое также речевой избыточностью. «Пелионазм» и «топатология» – это виды речевой избыточности. «Пелионазм» состоит в употреблении в рамках единого высказывания слов, выражающих одно и то же значение, то есть дублирующих друг друга. Примерами «пелионазма» являются словосочетания «свободная вакансия». «Вакансия» – это незанятая должность, поэтому эпитет «свободная» является избыточным. «Написать свою автобиографию». «Автобиография» – это описание собственной жизни, поэтому местоимение «своя» здесь избыточно. «В марте месяц». «Март» – уже название месяца, поэтому слово «месяц» избыточно. «Топатология» – это употребление в предложении слов не просто дублирующих друг друга по значению, но еще и являющихся однокоренными. Например, «Звонок звонит», «Подарит подарок», «Больной был тяжело болен», «Писатель написал». Иногда плеоназмы и тавтологии употребляются намеренно для эмоционального усиления высказывания, но в большинстве случаев они являются речевыми ошибками. В русском языке существует специальный фразеологизм для шутливого обозначения ошибок, связанных с речевой избыточностью. Это выражение «масло масляное». Если ваш преподаватель или товарищ сказал вам «это же масло масляное», значит, он заметил в вашей устной или письменной речи плеоназм или тавтологию. Русский язык – великий, могучий и предостерегающий нас от ошибок. Субтитры создавал DimaTorzok